На минувшей неделе, в последний день Петербургского экономического форума, компания Volkswagen Group Rus заключила с правительством Калужской области меморандум о расширении своего моторного завода ради выпуска турбомоторов 1.4 TCI. Напомним, что запущенное в сентябре 2015 года предприятие изготовило уже около 700 тысяч атмосферных моторов 1.6. Они ставятся на Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavio, а примерно четверть двигателей уходит на экспорт. Например, их ставят на мексиканские джеты, предназначенные в том числе и для российского рынка. Модернизация нарастет мощности вдвое – до 300 тысяч двигателей ежегодно, а это 80 новых рабочих мест. Правда, планы эти отдаленные – выпускать турбомоторы 1.4 в России будут только в 2024 году. А пока их завозят к нам из чешского Млада Болеслова. При этом в самом Евросоюзе моторы 1.4 уже практически сошли со сцены. Их заменил более современный двигатель 1.5. И это наводит на мысль, что в Россию попросту переедет линия по производству устаревших агрегатов. Впрочем, на нашем рынке они вполне актуальны для множества моделей Volkswagen, Skoda и Audi. Например, для нижегородской Skoda Karoq и ее собрата – Volkswagen Taos. На рынок этот кроссовер выйдет уже в июле. Российский офис рассчитывает, что новый компакт займет третью часть в объеме всех продаж. А что же другие модели? Соскучившись по реальному общению, мы засыпали генерального директора вопросами. Для начала, вернется ли лифтбэк Arteon, безвременно покинувший наш рынок спустя месяц после начала продаж? У нас есть сюрпризы, похожие на Arteon в дизайнерском и имиджевом ключе, которые вы увидите в России в следующие 18 месяцев. Но это будет не Arteon. Теряясь в догадках, что может скрываться под неизвестной имиджевой моделью, переходим к судьбе популярного Tiguan, который после рестайлинга вновь лишился двухлитрового дизеля. Как оказалось, это временно. Да, обязательно. Мы все еще верим, что дизель – это отличная технология, особенно на российском рынке, с точки зрения экономии и надежности во многих регионах России. Поэтому, да, вы его увидите. И закроем тему новинок анонсом рестайлингового террамонта. Большой американский кроссовер на платформе MQB обновился еще год назад, но на российский рынок поступит во второй половине этого года. КОНЕЦ